Новости Тюменского государственного университета Губернатор Владимир Якушев и ректор Тюмгу Валерий Фальков получили премии из рук председателя правительства России Дмитрия Медведева. Обучение по новой образовательной программе прошли 10 сотрудников вуза и 45 представителей органов власти и бизнеса. В результате совместной работы появились проекты, способные стать новыми точками роста и дать мощный толчок развитию вузов в регионе. Продолжаем выпуск. Академическая гимназия Тюмгу вошла в топ-200 школ, обеспечивающих высокие возможности развития талантов своих учеников. В список попали школы из 56 регионов России. При формировании рейтинга учитывались только объективные показатели. Например, результаты выступлений на Всероссийской Олимпиаде школьников или количество предметов, по которым имеются победители и призеры Олимпиад. Директор гимназии Сергей Дегтярев поделился одним из секретов успеха. То, что отличает нас от школы, это, например, то, что мы приглашаем к нам на работу на постоянной основе, либо на временной основе наших же выпускников, которые работают у нас в университете, и студентов, и аспирантов. И у нас получается неплохое сотрудничество гимназистов, студентов, аспирантов, магистрантов, учителей гимназии и преподавателей университета. Добавлю, что рейтинг учебных заведений составил Московский Центр непрерывного математического образования при поддержке Учительской газеты и Российского Министерства образования и науки. Магистры Института государства и права получили двойные дипломы по программе «Международное предпринимательство и финансовое право. Нефтегазовый сектор». Она реализуется совместно Тюменским госуниверситетом и Британским университетом Вулверхэмптона. Церемония прошла в традиционном английском стиле. После обучения по программе двойных дипломов выпускник получает две магистерские степени. Одну российскую, а другую в данном случае английскую университета Вулверхэмптона. По рейтингу вузов Великобритании этот университет входит в первую десятку, а его своеобразным коньком является подготовка юридических кадров. В церемонии вручения дипломов принял участие профессор университета Вулверхэмптона Эндрю Хайнс, который в числе других иностранных преподавателей проводит занятия со студентами данной программы в Чунгу. «Двойные дипломы могут сделать выпускников более привлекательными в глазах работодателей, а информация, которую мы даем во время обучения, отвечает всем современным реалиям. Однако в первую очередь будущее выпускников зависит от них самих, а не от их квалификации». Данная магистерская программа объединяет два направления – юридическое и экономическое. Кроме того, она учитывает нефтегазовую специфику нашего региона. Подобной программы нет не только в Уральском федеральном округе, но и во всей России. Она полностью преподается на английском языке, а образовательный процесс составлен из современных методик преподавания, используемых в зарубежных вузах и полностью соответствует духу английского образования. Георгий Лайф, Алексей Мойсов, Евразион ТВ Вы смотрите «Вести Тюменского госуниверситета». Выпуск продолжит блок новостей короткой строкой. «Пробуждение дракона» – так организаторы назвали цикл мероприятий, посвященных китайской культуре. Всю неделю в Тюмгу проводили мастер-классы, слушали доклады о политике, культуре и истории Поднебесной. С 2003 года Тюменский госуниверситет сотрудничает с двумя китайскими учебными заведениями, в том числе с Сюйфузским государственным педагогическим университетом, который на днях принимал делегацию Тюмгу, прибывшую поздравить зарубежных коллег с 60-летием. В эфире вузовского телеканала Евразион ТВ появилась новая телепередача «Медианавигатор. Обратный отсчет». Она посвящена фестивалю молодежных СМИ «Медианавигатор», который впервые пройдет в Тюмгу с 3 по 5 декабря. Гостями «Десятиминутки» в прямом эфире становятся известны журналисты, а ведут программу сами студенты. Более 350 человек приняли участие в фестивале науки, который провели в пединституте имени Менделеева филиале Тюмгу в Тобольске. Познавательный марафон «Прикоснись к науке» включал в себя остановки на интерактивных площадках по различным научным направлениям. Как отметила директор филиала Елена Короткова, особенно примечательно, что на праздник науки многие пришли с семьями. Главным вопросом повестки дня октябрьского заседания ученого совета Тюмгу стало дополнительное профессиональное образование. За последний год в УЗИ осуществлялась подготовка по 119 программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки, а общее число слушателей составило почти 6000 человек. В своем докладе первый проректор Тюмгу Валерий Дубицкий представил пути совершенствования форм и методов ДБО. Как делать материалы на социально значимые темы в региональных СМИ? Советы студентам и коллегам-журналистам давал профессор высшей школы экономики Олег Дмитриев. На конкретных примерах спикер объяснял важные для успешной работы принципы. Добавим, что вебинар прошел на базе медиашколы Тюмгу при участии Общероссийского народного фронта. Продолжаем подводить итоги недели в сфере науки, образования и студенческой жизни. Тюменский госуниверситет стал одной из площадок для проведения 14-х филофеевских образовательных чтений. Здесь во время дискуссий о русском языке как инструменте межкультурного диалога традиции тесно переплетались с инновациями. Подробнее расскажет Олег Урлапов. Если бы святитель Филофий Лещинский жил в наше время, то наверняка бы одобрил тему научно-практической конференции «Традиция инновации. Культура, общество, личность». Сам он, назначенный в начале 18 века руководить сибирской епархией, стал родоначальником многих грандиозных перемен. Открыл первое за Уралом учебное заведение, славяно-русскую школу, создал первый церковный хор. Теперь все это наше достояние, традиции, которые общество должно беречь и передавать из поколения в поколение, занимаясь при этом поиском новаций в образовании и воспитании. Вот сейчас появилась ансамбль «Сибирская София», вокально-инструментальный ансамбль, который, ну, в общем-то, повторяет некоторые мелодии, сами они составляют мелодии, но песнопения, ну, будем так сказать, проникнуты духовно-нравственным содержанием. И, конечно, и воспевается и традиция, и, конечно, в первую очередь и подвиг наших воинов прежних поколений. Вот. Поэтому вот это и есть поиск инноваций. На пленарном заседании в концертном зале Тюменской филармонии владыка Дмитрий привел много других примеров сохранения традиций и привнесения инноваций. А затем работа продолжилась на 12 площадках, в частности в Тюменском государственном университете. Здесь состоялся круглый стол, русский язык как инструмент межкультурного диалога. Тема выбрана не случайно, так как именно Тюмгу региональные власти доверили подготовку мигрантов и прием у них экзаменов по русскому языку, истории России и основам российского законодательства. Я хочу одним словом, наверное, сказать про Тюменский госуниверситет, потому что они молодцы, потому что ту огромную работу по адаптации иностранцев в регионе не возглавили. И неспроста губернатор именно им поручил эту работу, и они успешно, абсолютно успешно с ней справляются. Подобно тому, как 300 лет назад Иоанн и Филофий Тобольский, а также другие просветители земли сибирской, отправлялись в миссионерские поездки к аборигенам, наши современники, работающие с иностранцами, не ограничиваются одним только преподаванием языка. Конечно, наш центр прежде всего называется адаптационных практик, и лишь потом тестирование, потому что главная цель – это адаптация. И адаптация коммуникативная и культурная. Любой язык является носителем культуры. И в языке, в его грамматическом строе, словообразовательном, лексическом отражается всегда культура народа. Комплексный экзамен уже сдали около 15 300 мигрантов, так что Тюменский госуниверситет можно поправо назвать лидером в области языковой адаптации мигрантов. В Тюмгу разработаны и применяются специальные методики преподавания и адаптации. Это совсем другая методика. То есть им не столько важна грамматика и правильность произношения, сколько им важно разговаривать и решать какие-то вопросы для себя, общаться с носителями языка и уметь понимать их, быть понятыми. То есть это совсем другая цель изучения языка. В рамках круглого стола состоялась презентация целой серии словарей русско-узбекского, китайского, вьетнамского, корейского, киргизского, таджикского и русско-румынского, что также говорит о высоком научном потенциале ученых Тюменского госуниверситета. Олег Урлапов, Николай Салдаев, Евразион ТВ. Прежде чем попрощаться, скажу, что портал Тюменского госуниверситета UTMN.ru признан образцовым по информационной открытости сайтов образовательных организаций. Мониторинг проводил региональный штаб уполномоченного по правам студентов в Российской Федерации. А на сегодня это все. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok